4 апреля на базе школы номер 12 города Каспийска состоялся второй этап конкурса «Игра юных миротворцев» под названием «Мы строим город мира», в котором приняли участие воспитанники всех образовательных учреждений города. Они продемонстрировали свои проекты по созданию муниципального объекта со своим названием и даже гербом. Мы, члены жизни, познакомились с проектами каждой школы «Мой город мира». Вот эти проекты. Посмотрите, как они красивые, оригинальные. Давайте поклопайте сами себе. Вы молодцы. Вы отразили сущность своего города, дали название, придумали, какие предприятия должны быть в разных концентрализованном городе. Отметим, что каждая команда состоит из 5-6 учеников, где все участники отвечают за определенную отрасль. Так, в команде имеется юрист, эколог, бухгалтер, менеджер по рекламе и даже мэр. В этом этапе конкурсанты должны проявить весь свой творческий потенциал, продемонстрировать, как они умеют работать в команде и как хорошо у них развита фантазия. В первом задании школьникам нужно было придумать название своему городу в течение двух минут. Милость! 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 Мироград! Хуя, списывали! Милоград! Почитаю слово! Мироград! По итогам первого задания победителями стали команда школ номер 4 и номер 5, так как название соперники придумали одинаковое «Мироград». Оценивали школьников экспертное жюри. Директор Дома детского творчества Аминат Насрулаева, директор станции юных натуралистов Зинаида Салихова, директор Центра традиционной культуры Екатерина Дедковская и многие другие. Сегодня мы поговорим с родными архитектами, которые ты принимаешь, и колокольчиков. Я уверен, что силами, регулярно все школьники, возрастающие в России и в городе мира. По словам организаторов, основной целью такой игры является привлечение внимания обучающихся к актуальным проблемам мира, воспитанию, любви к родину, родному городу, знакомству, учащихся с процессом разработки предпринимательской идеи и развития конкурентоспособностей. С помощью такого интерактива дети получат не просто дополнительные знания и опыт, но и награды.